Данное видео будет о так называемых Суданских или Нубийских пирамидах. Расположены они в Судане, датируются, ну самые первые люди, согласно официальной версии, там жили примерно в 4500 лет назад, и некоторые пирамиды, гробницы, усыпальницы датируются примерно где-то 2000 год до нашей эры. По крайней мере, то, что прочитал, то и передал. В Википедии внятного даты каждой пирамиды нет, то есть там общие фразы, некоторые датируют там чуть ли не начало нашей эры. Ну, тут толком ничего не понимает. Место занесено в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Что хочу добавить от себя? Значит, и визуально невооруженным глазом там видно культ Осириса, Исиды, культ так называемого Хнома и он же Амон-Ра. То есть, это один и тот же культ, так как баран – это зодиакальный символ Амон-Ра и он же Мордук. Ну, от себя я хочу сказать, что это культ падшего, культ Мордука. Ну, нехороший культ, такая религия падшего, короче говоря, в двух словах. Ну, не этим это интересное место. Это место занесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как одно из чудес, которое находится далеко от цивилизации, очень далеко от Египта, находится с правой стороны Нила, хотя в основном пирамиды расположены фактически все с левой стороны Нила. Что еще хочу сказать. Данные пирамиды были разрушены примерно в 1830 каком-то там году итальянским исследователем, который искал там золото. Он разрушил более 40 пирамид, золото частично нашел, вывез в Европу, долго не мог его продать, так как ему не верили, думали, что откуда там так глубоко в Африке, что там может быть. Ну, в итоге все-таки поверили и выкупили частично это золото. И оно сейчас находится в некоторых музеях Европы, а частично смог выкупить Египет. Также хочу сказать, что там приблизительно, ну, я увидел три группы вот этих пирамид, которые расположены приблизительно в одном и том же месте. И есть еще две другие группы, ну, в отдельности, которые расположены в другом месте. Ну, официальная наука говорит, что это усыпальницы. Очень даже может быть, тут я даже не пытаюсь спорить. Единственный вопрос в датировке. Я бы вот датировал некоторые пирамиды, ну, приблизительно, приблизительно, где-то вот я бы их датировал 1800 году нашей эры, вот приблизительно, на вскидку, так как там культ падшего мордука. То есть, ну, где-то вот так, 1850-й, 1900-й. Вот так вот я бы мог их приблизительно определить. Хотя я не отрицаю, что, возможно, есть какие-то и не такие древние, возможно, есть какие-то и ближе к нашему времени. И то, что там официальная наука говорит о некоторых, очень даже может быть. Визуально на этих гробницах видно изображение Осириса, Исиды, Хнума, ну, и Амон-Рама, Мордука. То есть, это одно и то же, одна и та же группа. Я их называю, ну, от себя паршими. В отличие от египетских пирамид, эти пирамиды имеют более острый угол. Также они отчетливо выражены, что это именно усыпальницы. Ну, там такие есть особые приметы. А вот, по крайней мере, три пирамиды на плато Бьизах, хоть и называют их, якобы, они были усыпальницами для фараона. Но на самом деле, там и близко не было найдено захоронение фараонов. То есть, это никакие не усыпальницы. И первый скажу, что это не так. Что они никакого отношения к усыпальницам не умеют. И при раскопках, в этих трех пирамидах ничего не было найдено. Вот эти пирамиды, которые в Судане, они были разграблены, по крайней мере, были разграблены еще в древние времена. Потом еще в 1830-м каком-то году итальянский исследователь их разрушил. Около 40 пирамид. Ну, вот такое вот, что можно сказать по ним. В любом случае, как бы это ни было, это археологический памятник, который, ну, охраняется законом. Кто бы там ни был похоронен, что бы там ни происходило, это не имеет значения. Это археологический памятник, признанный как всемирное наследие ЮНЕСКО, как, ну, творчество древних людей, ну, работа рук древних строителей. Только поэтому можно уже было назвать его археологическим памятником. Защищается, ну, как бы, законом, как всемирное наследие ЮНЕСКО. Там были проведены реставрационные работы. Вы видите, что часть пирамид, это уже новодел, но построенный в наше время. Те, которые древние, они такие черные, как будто в скопоте, в саже. А новые, современные, они такие белого вида, белоснежные. Всем советую посмотреть это видео. Оно будет интересным историкам, археологам, всем, кто увлекается древней историей. Спасибо за просмотр. 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 Спасибо за просмотр.